Буро здания старой сельской школы в Рязанской области. В потолочных перекрытиях были замурованы иконы, которые считались безвозвратно утерянными. Уникальные реликвии из разрушенного большевиками храма спрятали местные жители. Свидетелей тех событий не осталось, и от Энни Келиш ходили легенды. О находке, которая около века ждала своего часа Александр Сиротин. В данном случае снести сложнее, чем построить. На площадке не видно ни бульдозеров, ни экскаваторов. Рабочие разбирают отслужившее свой срок здание поселковой школы аккуратно, вручную. Скоро на этом месте появится... Новая школа. Пока же это не столько строительный объект, сколько археологический. При разборе крыши обнаружены спрятанные кем-то реликвии. Иконы находились вон там, между балками перекрытия, то есть в слое утеплителя. Было найдено 4 иконы. Находка, которая ждала своего часа почти 100 лет, с одной стороны явление удивительное, с другой, говорят местные жители, довольно очевидное. В небольшом поселке не найти человека, который бы не слышал легенды о том, что на чердаке школы спрятаны сокровища. Что же там такое, точно не знали даже старики. Но каждый поселковый мальчишка считал делом чести забраться после уроков на школьный чердак, чтобы отыскать клад. Юрий Залевухин один из них. Он рассказывает, школа была построена в 1939 году. Ровно через год, после того, как советская власть разрушила деревенскую церковь. Из этого кирпича и было построено учебное учреждение. Церковное убранство куда-то вывезли, но часть икон священнослужителям, похоже, спрятать все-таки удалось. Ну, предположения всегда были, и я даже знал, и все, не то, что я, все односельчане, как бы, может, кто-то скрывал, но люди говорили, что вы не найдете их никогда. Предошло время, наверное, умные люди их заложили, и подошло время, что через 80 лет они вырвались на свободу, эти иконы. Иконы с преподобным Серафимом Саровским и архангелом Михаилом сохранились неплохо. А вот у изображения с ликом Александра Невского, как установили священнослужители, отсутствует верхняя часть. Предполагается, что эта мера вынужденная. Она просто не помещалась в тайник. А вот изображение Божьей Матери не сохранилось вовсе. По всей видимости, во времена гонений церкви у того, кто пытался спасти иконы, просто не хватило времени найти надежное место. Сейчас все находки хранятся в местной епархии. Там сразу признали работу земляка. Они принадлежат школе Николая Васильевича Шумова, который был нашим известным рязанским иконописцем. Им было написано очень много икон у нас здесь в рязанской епархии, очень много храмов, в которых были его иконы, которые написала его школа. Уже принято решение отправить иконы на реставрацию. Взамен утраченного образа Божьей Матери будет изображен новый, на той же поверхности. После чего одна из церковных картин по просьбе местных жителей на постоянной основе будет находиться в школе. Ее строители обещают сдать к 1 сентября следующего года. Еще одна икона окажется в молельном доме, который возведен на месте разрушенной в советские годы церкви. Александр Сиротин, Елена Беленькая, Сергей Васильев. Известия. Специально для Пятого канала.